Приветствую, меня зовут Василий, я занимаюсь ремонтами санузлов в городе Москве. Сегодня мы рассмотрим сантехнические работы. В качестве примера здесь дом серии P44T, разделенный санузел. Поехали! На этой стене мы можем видеть подготовленные выходы для монтажа раковины. Раковина здесь будет на заказ. Соответственно, исходя из данных, которые мне предоставили проектировщики, я рассчитал необходимую высоту до центра канализации и сделал здесь выход. Для чего это нужно? Раковины я подключаю всегда жесткими трубами. В качестве примера здесь будет вот такой сифон. Он должен четко встать на свое место на определенной высоте от раковины. Это важный момент, чтобы вода лучше уходила. Также мы готовили водоразветки. Это холодная и горячая вода, соответственно. Все находится в одной линии, ровно, плоско, без перекосов. Соответственно, потом все это будет стильно, эстетично и грамотно смотреться. На противоположной стороне от раковины предполагается установка стиральной машины. Для этого тоже необходимо предусмотреть все необходимые выходы. Первым делом, естественно, подача воды. Это, кстати, синяя задушка. Я все говорю о водоразетке. Водоразетке вы даже не понимаете, что это. Это резьба, куда непосредственно скручивается кран. А что же такое вот эта желтая эстетика? Это сифон скрытого монтажа для стиральной машины. Правильное подключение стиральной машины необходимо, главное, через определенный сифон. Не просто засунуть шланг в дырку в стене. Нет, так неправильно. Это просто заблужка, под которой находится резьба, а вся внутренняя часть находится уже внутри стены. И после завершения отделки устанавливается декоративный отражатель. Он хромированный и необходимый для подключения штуцера. И, разумеется, зона ванны. Здесь, в отличие от привычного всем смесителя, обычного настелого монтажа, будет смеситель скрытого монтажа. Данная синяя коробочка является лишь закладной частью монтажа. После завершения отделки, все лишнее обрезается и устанавливается декоративная панель с кнопочками, которые будут управлять водой. На стене у вас ничего не будет, кроме плитки и необходимых вам предметов. Верхний душ будет сверху влиться вода, ручная лейка, можете спокойно ее брать в руки. И излив для ванны, чтобы наполнять, допустим, ванну. А теперь вы переместились в туалетную комнату. Задняя стенка выполнена из профиля Гибрид ГИС, смонтирована застенный модуль для подвесного унитаза. Унитазы будет подвесной. Также уже смонтирован скрытый люк в водоплицовку. То есть, эти дверцы, они подвижны, и на них можно спокойно приклеивать плитку. И, впоследствии, после отделки, его не будет видно. Как она будет работать? Нажимаем. У нас открывается доступ к нашей внутренней инженерной части нашей сантехники. Давайте рассмотрим нашу сантехническую нишу чуть поближе и поподробнее. Первым делом установлены, разумеется, водные краны, чтобы вы всегда могли перекрыть общую воду во всей квартире. После установлены косые фильтры, грубые очистки. Стояки здесь металлические, соответственно, различные ржавчина, окалина может попадать в вашу трубопроводную систему. Для их защиты предназначены вот эти фильтры. После установлены редукторы давления, которые регулируют входящее давление для нашей системы в квартире. После, разумеется, прибора учета, счетчики, так называемые. После них стоят обратные клапана и фильтры уже тонкой очистки. Здесь сеточка 100 микрон, которая защищает от более мелкого мусора, песока или еще даже меньше, чтобы все-таки сохранить вашу дорогостоящую сантехнику. После всей этой очистки вода уже попадает на распределительные коллекторы. Как видите, холодные и горячие. Для чего они здесь нужны? Во-первых, они распределяют поток равномерно. За счет того, что их диаметра намного больше, чем от водящих труб, в них может одновременно находиться больше воды и правильное будет распределение потока. Когда вы будете мыться и кто-то смоет воду в унитазе, у вас не будет того, что вас отдаст горячей водой. Ну и, собственно, наоборот и так далее. Также вы всегда можете подрегулировать необходимый напор, убавить, допустим, наполнение бачка, чтобы не моментально наполнялось потихонечку. Также на стиральную машину, посудомоечную машину или любые дальнейшие приборы. Разумеется, установлены компенсаторы гидроударов, которые защищают вашу систему от гидроударов. Как они образуются, я уже когда-то рассказывал, они всегда есть в современной сантехнике. И проточный водонапреватель. Здесь пожелали его установить, и я полностью поддерживаю данное решение. Это вещь очень нужная, необходимая и, самое главное, удобная. А вот эта штучка необходима для того, чтобы смешивать воду на гигиенический душ. Это термосмеситель. Сюда приходит холодная и горячая вода. Вот этой головкой мы можем регулировать необходимую температуру, после чего мы можем регулировать, собственно, напор. Вот. Принцип работы, как у любого другого смесителя, просто он прячется внутри шкафа, а в отделке у вас остается только непосредственно одна лейка и больше ничего. Всем спасибо за просмотр. Я постарался максимально подробно рассказать о всех этих моментах сантехнических работ, чтобы вы были в курсе и могли сравнить, собственно, с вашими работами, которые происходят сейчас у вас. Еще раз всем спасибо. Увидимся в следующий раз. Пока.